В этом году отмечается важная дата в истории Тверской областной картинной галереи. Ровно 35 лет назад нашу пинокотеку возглавила Татьяна Саватеевна Куюкина. За эти годы главный художественный музей Верхней Волжи прошел через различные испытания. От фактически полного закрытия до самого настоящего рассвета. Наша съемочная группа пообщалась с юбиляром. Для меня назначение в 1988 году на пост директора стало сродни прыжку с обрыва, признается Татьяна Саватеевна. На дворе был разгар перестройки. И все больше приходило понимание, что долгожданная реставрация императорского дворца откладывается на неопределенное время. В итоге экспозицию постоянно приходилось сокращать. Сначала одни залы, в частности вот этот зал, в котором мы стоим, один из первых пострадал, и закрыли раздел отдела калининских художников. Потом закрылся западноевропейский отдел. И тоже было очень досадно, потому что коллекция качественная. И мы могли показывать многие страны. А тут это все закрылось. В конечном счете для посетителей стали доступны какие-то 5-6 залов. А между тем собрание Тверской областной картиной галереи это десятки и десятки тысяч экспонатов, которые собирались в течение многих лет. Особенно большой приток произведений искусства произошел после революции, благодаря экспроприации бывших дворянских усадеб, сосредоточие которых в Верхней Волжи было особенно значительным. У нас был Николай Александрович Львов, один, чего стоил, который несколько имений сделал в области для разных владельцев и для себя, в частности. Ну и так далее. И в этих имениях, ведь до революции, до создания музеев вообще в стране, художественными центрами были вот такие имения. Именно при Татьяне Куюкиной произошло долгожданное событие. Полноценная реставрация всего комплекса императорского дворца. Благодаря этому посетители смогли увидеть огромное количество полотен, скульптур и прочих произведений искусства, которые десятилетиями пылились в запасниках. Кроме того, это имело огромное значение и для всей Твери. То, что он в хорошем состоянии, то, что он открыт теперь со стороны своего главного фасада, сада, что это изменило даже качество города. И появилось завершение нашего трехлучия, как это и должно было быть по замыслу Никитина еще. Сейчас восстановление ансамбля Тверского императорского дворца пошло в завершающую стадию. Поэтому, как мечтает Татьяна Куюкина, вполне возможно, нашей картиной галереи удастся достигнуть европейской нормы в демонстрации 10% от общего количества экспонатов.